Друзья, еще раз всех приветствую, кто меня не знает. Меня зовут Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И немножко о своей истории. Раз у меня сегодня эфир про мою историю, сразу с нее и начну. В компанию Siberian Wellness я пришла 4 июня 2020 года. То есть вот как раз 4 июня у меня был небольшой день рождения в компании, ровно 4 года. И пришла я не на определенного лидера, не на команду. Сразу вот с этого хочу начать. Я пришла на эмоции человека. Дело в том, что в предыдущей компании, в которой я работала, все постепенно сходило на нет. Товарооборот моей команды был на тот момент примерно 35 тысяч рублей. То есть это даже не в этой тысяче. Можете себе представить? То есть там толком и команды не было. То есть быстрые люди пришли на хайп, на возгласы вот это вот 1.9.90. Просто, может быть, вы тоже это слышали от некоторых лидеров, некоторых сетевых компаний о том, что свободные лидерские места, заходи, ничего делать не надо, будешь первой, люди повалят и сразу пойдешь зарабатывать миллиарды. Ну вот я тоже была какая-то такая, ну, относительно глупая девушка на тот момент и повелась на эти речи красивые лидеры, которым я, в принципе, доверяла на тот момент. И я в эту компанию зашла. Но спустя год я увидела, что все как-то вот не двигается, не развивается. Потому что, еще раз повторюсь, я зашла в абсолютно новую компанию, которая только-только зашла на рынок. Абсолютно новая. И очень многие об этом говорят. К примеру, вот об этом говорил Дмитрий Глухих, когда приходил в Siberian Wellness из Greenway, что в стартапах начинать тяжело. Можно, реально, можно достичь успеха. Но все-таки тяжеловато. Потому что нет условий, нет нормальной логистики. Пока что ассортимент продукта не настолько полный, не настолько широкий, который мог бы удовлетворить любого потребителя. То есть тяжеловато. Возможно, да, но непросто. А когда тебе нужны деньги еще вчера, ну, ты сидишь и уже начинаешь выбирать. Ты вот все-таки будешь здесь продолжать развиваться и достигнешь успеха. Окей, возможно, через пять лет. Или все-таки что-то изменишь в своей жизни и получишь результат вот здесь и сейчас. Потому что у тебя дети, потому что у тебя желания, потому что у тебя цели, и тебе деньги нужны уже сегодня. Вот и все, да. Не потому что там кто-то плохой, а кто-то хороший. Ты смотришь на себя, какие у тебя потребности, цели, желания, и исходя из них, ты выбираешь себе того или иного бизнес-партнера. Но на тот момент, где-то это было вот как раз в мае месяце 20-го года, мы все сидели в жестком ковиде, мы сидели с детьми на даче безвылазно там куда-то в магазин выехать. То есть вспоминайте, мы там себе QR-код выписывали на госуслугах, то есть было очень тяжело, настроение такое, не настроение. И тут девочка, с которой я работала в этой как раз моей предыдущей компании, просто с жаром, с пылом говорит, Динара, привет. Ты знаешь, я в такую компанию зашла, мне так было, мне так классно, мне так хорошо. Такая команда, такой наставник, такой... И вот она просто вот задыхаясь, задыхаясь, все это говорила мне. Я даже не спросила, кто наставник и какая команда. Я просто спросила, господи, как же ее звали, Юля. Просто эта Юля через три месяца ушла из компании. Я уже в августе месяце закрывала ВТ 10 тысяч, а как раз вот в течение августа эта Юля отошла от дел. Непонятно почему, то есть перед тем, как она в мае вот захлебываясь мне рассказывала Siberian Wellness, я думаю, господи, да этот человек тут просто глобалом станет с такими эмоциями. Она вот чего-то в августе испугалась, то ли моего роста, то ли я не знаю, что-то ее смутило, то ли ей вот работать с нашим флагманским продуктом БАДА витамины не очень понравилось, не очень легло на душу. Ну, непонятно, короче говоря, девушка ушла. Но суть в том, что именно ее эмоции, ее горящие глаза меня зажгли. И только когда я зарегистрировалась 4 июня, там спустя сутки-двое, я говорю, Юль, слушай, а маркетинг, автобонус, а путешествие? Я такой дотошный достаточно человек, плюс у меня математическое образование, мне нужно все четко знать в цифрах, в числах. Я это люблю. Хотя я тоже не люблю доставать наставника, понимая, что я пришла, я пока что никто, и звать меня никак. И о своих способностях я не заявляла, но будет тут мне наставник с утра до вечера рассказывать о маркетинге. Зачем? Надо просто начинать работать, и маркетинг сам в голову ляжется. Но все равно определенные вопросы у меня были, и только через пару дней я узнала, что мой наставник, вышестоящий Татьяна Гор, а на дне Ирина Котов, а на дне Наталья Павлова, а на дне Елена Моторина. Я такая, ну прикольно, но на тот момент я этих девушек практически не знала. Я с ними вот начала ознакомиться только после регистрации в компании. Вот так вот у меня получилось, сложилось. То есть я приходила не на наставника, а на эмоции. И вот первый инсайт, первый вывод, который я хочу сделать и вам здесь всем рассказать, что когда люди приходят в бизнес и говорят, ну вот я менял сетевые компании, но у меня не было успеха, я ничего не зарабатывал. Да, вот то же самое у меня было. У меня было три регистрации в три разные компании. В одной я была три года, еще в одной год и вот в последний год. И результата ноль. Ничего не зарабатывала. Команда то приходила, то уходила. И как команда? Это вот у меня сейчас команда, да, у меня сейчас зарегистрировано только 4 тысячи человек. 4 тысячи клиентов и партнеров. А тогда это, ну, пять человек. Пять, понимаете? И то, те, которые на ладном дышали, которые непонятно, нужен был им этот бизнес, не нужен, ну так, сомнительно. То есть и команда это было, ну, нельзя никак назвать. Я к чему? Что люди приходят на эмоции. Если вы даете эмоции полноценно, жизненно, с горящими глазами, вы всегда найдете и своих клиентов, и своих партнеров. И неважно, зарабатываете вы сейчас, не зарабатываете, в квалификации вы, не в квалификации. Главное, чтобы вы горели этим делом, которым вы занимаетесь. Самое главное, чтобы у вас была уверенность, уверенность в компании, в продукте и в том, чем вы занимаетесь, чтобы вам было не стыдно. Потому что, ребятки, достаточно часто мне попадаются, встречаются люди, приходят в команду, которые говорят, да, мне деньги нужны еще вчера. Ну, ты знаешь, мне стыдно заниматься сетевым. Или мне некомфортно продвигать БАДы, витамины, я их никогда не пил и пить не буду. А можно как-нибудь вот этого не покупать и работать с Siberian Wellness. И вот вы знаете, исходя из своего опыта, я поняла, что у таких ничего не получится. Стыд никуда не уйдет. Это только нужно идти к психологу. То есть когда вот такие проблемы, мне стыдно в сетевом бизнесе. Я никогда не пил БАДы и пить не буду, можно мне тут ничего не покупать. Ну, это только психолог, наверное, решит такие проблемы. То есть я наставник команды, я такие проблемы не решаю. Я вот об этом не говорю и не мотивирую. Ну, что я могу сказать? Тебе не должно быть стыдно. Подпишись там на моей странице и увидишь, что вот мне не стыдно об этом говорить. Пей БАДы витамины. Опять же, подпишись на меня и увидишь, что я это тоже пью, я это транслирую. Что я еще могу сказать такому человеку? Правильно, ничего. Другое дело, когда человек приходит и говорит, я не понимаю, как работать. Там в предыдущих проектах вот я работал так-то, так-то, расскажи, как у тебя. Это совсем другой вопрос. Это совсем другая постановка задачи. Вот, я надеюсь, вы это услышали. Так вот, немножечко теперь о другой истории, более печальной, но тоже очень сильно поучительной. Пришла я в сетевой в ноябре 15-го года, будучи беременная вторым ребенком. Я тогда была на третьем месяце беременности. Меня, можно сказать так, в силкане зарегистрировала мама моей одногруппницы в институте, но я была не против. Я на тот момент пользовалась долго косметикой одной компании, она такая, Динар, ну ты такая общительная, ты позитивная, давай мы тебя на скидочку оформим. Я говорю, ну хорошо, на скидочку давайте оформляйте. Ну и как-то все понеслось, закрутилось, так как я сидела беременная, мне нужно было какое-то дополнительное общение, дополнительные выезды в центр города. Я люблю по городу гулять, люблю выезжать, неважно, беременная, не беременная, беременная для меня не болезнь. То есть я немножечко, ну прошу прощения, не понимаю девушек, которые говорят, вот я сейчас, вот у меня перерыв. Почему? Я узнала, что я беременна. Я когда узнавала очередной раз, что я беременна, мне еще больше действовать хотелось, потому что я понимала, что еще нужны деньги, еще нужны возможности. Я и это хочу дать детям, и то, и все, и пятое, и десятое. И это только можно дать за счет денег, только на деньги это все можно купить, иначе никак. Вот, поэтому я действовала сильнее и быстрее. Так вот, меня зарегистрировали в эту компанию, пригласили на первый мастер-класс, я приехала в офис. Мне все это очень понравилось, потому что я в душе, простите за выражение, училка. Вот я изначально после школы очень хотела, ну не то, что очень хотела, думала идти в педагогическое училище, но мне родители сказали, ну педагог, ну там, грубо говоря, много денег не заработаешь, у тебя хорошо с математикой, с физикой, иди-ка ты в Бауманске. Я такая, ну раз родители советуют, рекомендуют. Не знаю, я такой человек была, такой ребенок, что я в 17 лет вообще не понимала, что я хочу. Я вообще себя не видела там, когда мне будет 30 или 40 лет, вообще ноль, зиру. Ну вот хорошо, математика, давайте пойдем туда, где математика. Поэтому поступила в Бауманске, закончила с красным дипломом, 7 лет честно отработала инженером-экологом и поняла, что это не мое совершенно категорически, это не моя профессия и не мой режим работы. То есть 5 дней в неделю с утра до вечера, подчиняясь дяденьке начальнику, я работать не хочу. С выездами по выходным дням, с задержками до 10 вечера и без премий. С разговорами о том, что, ну вот вы сейчас поработаете, а премия потом, ну потом, потом. И это потом заканчивалось очередной поездкой начальника со всей семьей в Альпы на горнолыжный курорт месяцок, а то и на два. Вот, и как бы к 7-летнему опыту работы инженером-экологом я поняла, что не хочу, не хочу так. Вот, я искала работу, конечно же, по фрилансу, это было очень тяжело сделать именно в моей профессии. То есть, когда ты не учитель, когда, ну очень тяжело что-то вот делать онлайн, не сложилось. То есть, в моей профессии очень тяжело работать онлайн, нужен именно офис. Требуются работники в офис, а я уже в офис идти не хотела. Так вот, возвращаясь к своей первой косметической компании. Мне очень понравился формат ведения мастер-классов. Я даже сейчас в своей команде, вот девчонкам, кто благоволит к офлайну, кто хочет работать в цоках, в магазинах, в кафе, встречаться с людьми. Я только это поощряю. Я только за, я говорю, окей, хочешь, давай, давай. Вот можно так проводить, можно так проводить, можно в кафе, можно какие-то баночки, колбочки покупать, да, пробники раздавать. Можно так, можно сяк. Пожалуйста, я не против совершенно, потому что я сама когда-то работала мастер-классами, приглашала людей, работала и в кафе, и на промостойках, и мне это очень нравилось. Правда, денег мне это не приносило. То есть единственное, что я зарабатывала в первой своей косметической компании, это себе на косметику. То есть свою косметику, ну, грубо говоря, свое ЛТО я отбивать научилась. Что, в принципе, ну, я считаю, было достойно для новичка в сетевом, который вообще в первый раз в жизни услышал, что такое сетевое, что такое MLM, и с чем его едят. Я вот просто отбивала себе свои же заказы, свое же ЛТО, которое было там что-то порядка 10 тысяч рублей в месяц. Достойно. Но спустя год я все-таки родила Руслана. На три месяца я немножечко отошла от дел, это было лето, но мне действительно было тяжело. Точнее, я хотела очень отойти от дел, и я своим лидерам сказала бы, девчоночки, не трогайте меня, пожалуйста, три месяца, мне будет тяжеловато. Первому ребенку два с половиной, только родила второго, мне будет тяжело. Они такие, хорошо, хорошо. И ровно через месяц, вот я помню, Руслану стукнул один месяц, я организовала мастер-класс для участниц конкурса красоты в Москве. Это был очень маленький конкурс красоты, ни масштаба города, ни масштаба даже района, он какой-то был такой кулуарный. Но суть в том, что я тогда уже вела неплохо свой контакт, я тогда развивалась в контакт, ну как развивалась, просто что-то иногда постила, но даже вот на это иногда постила, про прямые эфиры я вообще никогда не знала, я их категорически боялась, нет-нет-нет, ну просто какие-то посты я опубликовала и делала подписки-отписки. Наверное, вы в курсе, вот кто развивается в социальных сетях, трафик обязательно гнать надо, что такое трафик, это новые люди, которые на вашу страницу заходят и вас видят. Поэтому трафиком заниматься надо, и тут уже выбор. Вы занимаетесь платным трафиком, да, настраиваете рекламу, какие-то оплачиваете программки, которые автоматически делают, вот эти подписки, лайки, либо вы это делаете ручками. Естественно, в 15-м году я ни о каких программах не знала, о рекламе я не задумывалась, потому что для меня это было, ой, да это тяжело, и денег-то нет, откуда деньги-то на эту рекламу. Я все это делала ручками, просто каждый день там подписывалась, сколько там можно в контакте подписок сделать, на тот момент это было 50. Я сейчас в контакте не работаю, я просто публикую свои видео, которые мне выходят на YouTube, просто чтобы лента была свежая, просто чтобы была свежая лента, и даже на такую ленту ко мне приходят люди с контактом, то есть трафиком не занимаюсь, просто публикую свои видео, которые я публиковала на YouTube, это уже мне, ну вот это мне дает результат, возьмите на вооружение. Вот тогда я просто делала этих 50 подписок, 50 отписок каждый день, и вот на меня наткнулись девчонки из этого конкурса красоты, они мне позвонили, предложили, Динара, вот вы не хотите там быть спонсором на нашем мероприятии, я созвонилась со своими лидерами, мы организовали для них два больших мастер-класса подряд в один день, а на один мастер-класс я, конечно же, не попала, потому что это было тяжело, я активно кормила мальчика своего, а вот на второй мастер-класс была такая история, что мы с мужем, это был центр города, центр Москвы, был офис у нас с лидером, значит, мы приехали, я, муж и вот Руслан одномесячный, мы приехали, я в машине его кормлю, у меня тогда было прям обильное грудное вскармливание, потому что с Кириллом у меня ничего не получилось, за полгода все я свернула, это был адовый ад капо, это я даже вспоминать не хочу, а вот с Русланом меня просто заливало, я такой была дойной коробушкой, это просто не в сказке сказать, не пером описать, и мне это нравилось, то есть я прям от этого получала удовольствие. Так вот, мы приехали, я в машине ребенка покормила, вышла из машины, пошла в офис, в офисе отвела вот этот мастер-класс, была там звездой, вот, и через два часа снова вернулась в машину, у меня уже грудь разрывалась, снова ребенка покормила в машине, и мы уехали, и потом я там по телефону получала восторженные отзывы от девчонок, которым я провела этот мастер-класс. Следующий вывод, который я делаю, нету отмазок, ребят, вы сами себе иногда придумываете ограничения, что вот работа не позволяет, дети не позволяют, все, все можно сделать, если есть желание, можно найти решение из любой ситуации, серьезно говорю, и никто, ни что не помеха, ни беременность, ни роды, ни кормление, ни работа, ни ночная смена, у меня люди в команде абсолютно разные есть, да и у вас, наверное, тоже, вот кто лидер постарше, есть и многодетные, и ребята, которые еще не ушли из найма, и которые работают в ночную смену, и которые на трех работах работают, и даже на пяти, наверняка они есть, и прекрасно развиваются, прекрасно двигаются в бизнесе, надо просто найти цель, ради чего вы это делаете, вот ради чего, зачем, тогда вы точно найдете время, и найдете решение различным, ну, таким мини проблемкам, семейным, которые вам, возможно, что-то сейчас не позволяют сделать по бизнесу, следующая история, третья, вот, Виктория, сразу отвечу на вопрос, потому что я вижу вопрос, важен ли наставник сетевом, или все-таки все зависит от себя самой, повторюсь, в Siberian Wellness я пришла на горящие глаза человека, который ушел через три месяца, мне это помешало вырасти? Нет. Еще раз, я пришла на горящие глаза человека, который через три месяца ушел, и вы знаете, мне немножко было обидно, потому что, когда ты приходишь на определенного человека, все-таки хочется на него равняться, и идти за ним, ты не просто так на него пришел, и когда этот человек уходит, ну, немножечко непонятно, немножечко непонятно, а почему, ты же меня сюда привела, ты же мне с горящими глазами рассказала, а сама уходишь, что не так-то, что не получилось, ты же меня зажгла, да, но я такой человек самодостаточный, вы знаете прекрасно, что я, что Оля Трясона, мы от Тани Гор отделились через полтора года нашей работы, отделились не в том, в плане, что там поссорились, нет, мы прекрасно общаемся, у нас есть общий чатик, мы его называем, чатик на троих, между собойчик, вот, просто как бы мы отделились командами, то есть у нас отдельные чаты, отдельные блоки обучения, потому что когда команда разрастается, и она становится многотысячной, в ней тяжело, в ней тяжело, особенно когда в этой команде есть вот такие вот целеустремленные, жесткие, прямолинейные лидеры, просто становится тяжеловато, вот и все, и нужно отделяться, хотя бы по чатам, хотя бы по обучению, чтобы всем было комфортно, да, у нас есть определенные совместные чаты, чат там с отзывами, какими-то наработками, которые пользуются вот вся-вся команда, к примеру, Татьяна Гор, но в то же время блоки обучения, общий командный чат, у нас вот с Олей своей, абсолютно, и у меня, и у Оли, и у Аксини, они с ним, и у меня, ну, то есть вот все крупные лидеры Тани Гор, мы уже работаем сами по себе, мы недавно совсем с Таней смеялись, что говорю, Тань, слушай, я наконец-то поняла, для чего нужен наставник, просто посидеть, посмеяться, расслабиться, поболтать о мужьях, ходить их о погоде, все, и ты вот эту поддержку получаешь, да, все хорошо, все будет нормально, все отлично, и ты такой, о, фу, все, и дальше пошел с огнем в глазах работать, то есть вот для меня наставник нужен больше для поддержки, просто для поддержки, потому что мой муж, да он все равно не поймет, что такое сетевое, что такое общение бесконечное с людьми, каждый день 24 на 7, все равно он этого не поймет из-за своей работы, родителям то же самое, это не надо, друзьям доподавно, хотя у меня есть очень хорошие, лучшие мои подруги, с которыми мы постоянно в переписке, это не нужно моим подругам, ну кому ты поплачешься еще, как не своему наставнику, кто тебя не приголубит, не пожалеет, вот как не твой вышестоящий, вот он, вот он для этого нужен, все, максимально, ну по крайней мере, когда ты уже вырастаешь и тоже становишься лидером большой команды, так вот, возвращаемся к моей первой косметической компании, Руслан Грудной, прошел год, пробовала я, также приезжала с ним с грудным, мастер-классы проводила, ВКонтакте работала, правда, ума не хватило, ни рекламу настроить, ни тысячи страниц создать, то есть я слышала вот это вот, что нужно вообще-то там и 10, и 50 страниц, и 100 страниц, но вот тогда я говорила, нет, я так не хочу, зачем, вот у меня есть одна страничка, я в ней хочу развиваться, но одно дело, когда на твою страницу приходят в день 50 человек и совершенно другое, когда на твою страницу приходят, ну, грубо говоря, условно, тысячи, да, совершенно другая статистика, то есть если из тысячи человек кто-то, кого-то ты привлечешь, кто-то захочет купить, кто-то захочет прийти на мастер-класс, то из 50 далеко нет, из 50 человек, ну, большой вопрос, а в принципе, кто-то обратит на твой пост внимание, то есть в нашем бизнесе, если вы развиваетесь онлайн, я сейчас по большей части про онлайн говорю, конечно же, важен трафик, да и не только онлайн, если вы вот собираете мастер-класс, одно дело мастер-класс оффлайн провести на 50 человек и другое на пятерых, ну, совершенно другой компот, там, где 50 человек, один купил, второй, третий, там уже эффект толпы срабатывает, ой, мне надо, мне надо, а это купили, то купили, значит, и я тоже хочу купить, понимаете, а когда 5, они все всегда сидят такие хмурые, сонные, пришли после работы в пятницу, им ничего уже от жизни не надо, поскорее бы домой на бочок и в люльку, конечно же, ты другой эффект получаешь, и вот именно тогда, на второй год работы, я наконец-то начала это понимать, начала это понимать, что просто важен трафик, и я его настраивать, но на сегодняшний момент не умею, и с этим надо что-то решать, но, к большому сожалению, жажда быстрых денег и динару довела до ручки, потому что, все равно, когда ты видишь, смотришь на людей, которые якобы быстро зарабатывают, якобы пришел и сразу миллиард, ну, все равно какая-то вот зависть душевная, она распирает, все равно какой-то червячок внутри сидит и не дает тебе покоя, а может и у тебя так получится, а может тоже на халявку прокатит, ну, ну, вдруг, ну, вдруг тебе повезет, и вот так сложилось, Руслану исполнился год, я продолжала его активно кормить, я была в этом процессе, мне это очень нравилось, я его кормила до года и 10 месяцев, то есть практически до двух лет, настолько вот у меня была немножко, как говорится, ГВ головного мозга у меня уже было, но не могла, и остановиться после печальной истории с моим Кириллом, старшим, значит, год Руслану исполнилось, и мне предложили войти в пирамидку, финансовую, чистой воды, финансовая пирамида, причем, девчонки знакомые, кто предлагал мне туда войти, они так это красиво описывали, да ты не понимаешь, там вот остров, там аэропорт, его вот кто-то миллиардер починил, и у этого миллиардера жажда раздавать денег, я такая, ну, конечно, конечно, ну, то есть, как сложилось, что ума мне хватило понять, что это финансовая пирамида, и сказать, ребят, вот я захожу, но я никого звать не буду, потому что мне моя репутация и моя совесть, важнее мне с этой совестью жить потом всю жизнь, и у меня двое маленьких детей, я не хочу вот никакую там себе дурную карму зарабатывать, особенно на них, на детей на моих, поэтому я прекрасно понимаю, что это финансовая пирамида, но да, я хочу попробовать, то есть, ума на то, чтобы туда не войти и бежать оттуда, чтобы пятки сверкали, вот на тот момент мне не хватило, это было, получается, лето семнадцатого года, да, лето семнадцатого года, но я же не могу туда войти с пятью тысячами рублями, я пошла и взяла кредит на сто пятьдесят тысяч, по-моему, сто пятьдесят, да, не миллион, не великие деньги, я ничего не закладывала, ни квартиры, ни машины, слава богу, ума хватило хотя бы на это, но кредитик я взяла сто пятьдесят тысяч, это было в июле месяце, так как я кормящая мама, безработная, естественно, там какие-то были конские проценты, то есть, в итоге за год я должна была отдать двести тысяч рублей этому банку, и я такая, ну, подумаешь, там, небольшая сумма, сейчас быстренько все это отобью, мужу принесу, вот у меня была такая, знаете, мечта получить вот обратно все эти мои деньги, ну, с процентами, естественно, которые я вложила в эту финансовую пирамиду, и прийти к мужу, сказать, посмотри, какая я умная, посмотри, какая я молодец, я там заработала, там, я не знаю, на Турцию, пять звездочек, вот я не хотела себе ничего купить, ни сумку, ни одежду, детям даже ничего не хотела, вот у меня была такая вот мечта голубая, прийти к мужу и показать, какая я молодец тебе, вот гордись, мною, в итоге, это сейчас не смешно, а тогда было далеко не до смеха, в августе я получила первые свои 35 тысяч рублей, типа комиссию там какую-то, которую мне смогли вывести, я ее благостно, конечно, все отнесла сразу в банк, там, первый, второй платеж по кредиту закрыла, за август, за сентябрь, была с собой чрезвычайно довольна, и сижу, значит, в сентябре, жду новую комиссию, новых процентов, и где-то ближе к концу сентября я понимаю, что их не будет, пирамида схлопнулась, никто ничего вывести не может, все люди матерятся, ругаются в чате, потому что это у меня был кредит на 200 тысяч рублей, а у кого-то на 500, а у кого-то на миллион, короче, друзья, это очень и очень страшно, это очень и очень страшно, слава богу, сейчас очень много различных финансовых аналитиков и на ютюбе, в интернете говорят, что, ребят, если вам что-то предлагают с процентной ставкой выше, чем Центробанк, задумайтесь, это не может быть правдой, это точно финансовая пирамида, и ради бога, не зовите туда родственников, родных, близких, друзей, не надо этого делать, сами в тишине, тихо сам собой, вы, может быть, и можете попробовать, ни в коем случае не распространяйте вот эту информацию в массы, не берите грех на душу, так вот, в конце сентября, когда я это поняла, у меня даже не было времени поплакать, у меня его просто не было, потому что, я повторюсь, один ребенок на груди продолжает висеть, другому ребенку два с половиной, да, хоть и пошел в садик, но тоже непросто, и мне вот через 15 дней уже нужно отдавать следующий платеж, следующий платеж отдавать через 15 дней, а денег нет, денег нет, и не будет как бы денег нет, но вы держитесь, и я сижу и понимаю, да, плакать нету времени от слова совсем, что вот я со своей голубой мечтой, муж, я заработала на Турцию, я приду и скажу, муж, я взяла кредит на 200 штук, мне его как-то надо отдавать, просто рука, лицо, и я сказала, нет, я так перед своим мужем не позорюсь, ну про родителей я вообще молчу, то есть у меня даже мысли не было пойти к родителям, там папе рассказать, какая принципиальная позиция, я свои проблемы решаю сама, пусть и с маленькими детьми, но сама, сама вляпалась, сама из этого выбираюсь, да, я работала в косметической компании, но я повторюсь, я зарабатывала себе только на ЛТО, и кстати, ЛТО я не переставала делать, даже вот в те времена, когда на мне висел кредит, ну потому что как-то вот, ну вот как-то это было положено, это было положено делать ЛТО, чтобы тебя не исключили из чата, чтобы ты могла приезжать в офис, а потом я оставляла за собой возможность все-таки вот через эту компанию заработать себе эти деньги, чтобы закрыть кредит, на что бы то ни стало, и вот я сидела, думала, 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 и буквально за 5 дней мозга кипения, вот, как мой муж не заметил, что я вот за эти 5 дней, не знаю, не ела, не пила, и ничего не могла делать, просто ничего не могла делать, может быть, конечно, он что-то и заметил, и кстати, моего мужа нет в интернете, сколько раз я уже рассказывала про эту историю, мне кажется, он до сих пор про нее не знает, вот, ну и хорошо, сойдет, вот, за 5 дней я вдруг вспомнила, что буквально перед родами Руслана я случайно через контакт продала редкую парфюмерию, то есть сетевой компании, где я работала, ладно, скажу, а то, вот это вот, то, о ком нельзя говорить, тяжело, когда идет трансляция, в моряке я работала, но многие об этом знают, уважаю, люблю компанию, дружу с ее лидерами до сих пор, некоторые очень хорошими друзьями, вообще, мне остались, и продолжаем общаться, замечательно, все прекрасно, так вот, я продала редкий парфюм моряки, дело в том, что моряки очень часто снимают с производства ту или иную продукцию, особенно парфюмерию, то есть вот у них в каталоге, когда я работала, да, сейчас не знаю, было 10 парфюмов, и все, до родов Руслана мне удалось продать редкую парфюмерию, которую сняли производство, и которую люди искали в интернете, а так как я маломальски в интернете была, то на меня люди как раз натыкались, и спрашивали там, здравствуйте, а вот у вас есть такой-то парфюм, и дело в том, что опять же, мне повезло, я за это очень благодарна своему вышестоящему наставнику, у нее был мини-склад, вот этот божественный мини-склад, который создает, который создает каждый из лидеров компании Mary Kay, потому что тяжелая логистика, тяжелая доставка, основа работы это мастер-класс оффлайн, поэтому нужно держать мини-склад у себя дома, и вот в сентябре, сидя в раздрае, я снова ей звоню и спрашиваю, здравствуйте, а я вот у вас тогда вот такие флакончики брала, они у вас еще остались, и она мне говорит, ну, пару штук осталось, я такая, опа, вот она, золотая жила, я у нее забрала эти парфюмчики, естественно, по минимальной цене, ну, как бы договорились, все чин по чину, я о своей проблеме ей тоже не рассказала, разумеется, просто сказала, мне вот нужны эти парфюмы, у меня нашелся на них клиент, и продала их в два раза дороже, естественно, а как, извините, я их нашла, откопала на рыло, это редкость была на рынке, мне люди были безумно благодарны, безумно благодарны, динары мы, где только эту парфюмерию не искали, да вообще, да вообще, благодарю, благодарю, я не долго думая, очередной раз там дети заснули, ночью сижу в компьютере, листаю, где бы еще можно было бы эти флаконы найти, и нахожу их в трех городах, Омск, по-моему, Нижневартовск, и Томск, что ли, не помню точно название городов, но точно далеко, связалась с одной девушкой, да, в наличии 10 флаконов, связалась с другой девушкой, да, в наличии 15 флаконов, связалась с третьей девушкой, да, в наличии 5 флаконов, но оплата вперед, и ты сидишь такая, господи, господи, что же делать, что же делать, отправка только по почте России, определенные риски, Это стекло, это парфюмерия, которая, возможно, у них испортилась, а, возможно, эти девушки вообще мне пришлют газетку, завернутую в коробке. Ну, то есть, представляете, ну, то есть, никаких договорных отношений, никакой страховки, вообще ноль, зиру. Просто позвонила очередному консультанту моряки, есть такие флаконы? Есть. Можете отправить? Могу. По предоплате, потому что 10 флаконов там условно 25 тысяч рублей. А у меня, напоминаю, не копейки. Ноль, зиру, какие 25 тысяч рублей? И вот, друзья, как вы думаете, что я тогда сделала? Я пошла и взяла второй кредит. Ну, а что делать? Я у мужа денег попросить не могу, у папы попросить денег не могу, потому что гордость мне не позволяет. Я иду и беру второй кредит. Ну, а там я взяла тысяч на 50, то есть, буквально, чтобы выкупить вот эти флаконы, которые я нашла в сентябре месяце. Мне дают этот кредит на 50 тысяч. Я отправляю деньги одной девушке, второй и третьей. Видимо, там на меня посмотрев и сказав, господи, дур кормящая, в кредит первый залезла, в пирамиду забралась. Да фиг с ней, пусть хотя бы здесь все пройдет нормально. И вы знаете, три эти девушки в целости и сохранности присылают мне эти флаконы. Я была, честно говоря, удивлена. То есть, я думала, я была готова, не надеялась, неправильное слово, я была готова к самому худшему, что что-то придет разлитое, разбитое, меня обманут, что-то не то положат. Хорошо, придет вот одна посылка хорошая, а две другие там не сложатся с ними. Пришли все три посылки в идеальном состоянии. Флаконы практически новые, все прекрасно, хорошо, все довольны. Девушки довольны, что я им деньги отправила. Я довольна, что эти флаконы получила. И я активно начинаю продавать эти редкие флаконы и зарабатываю деньги. Немного, почему немного, каждый месяц, вот как раз мне нужно было выплачивать каждый месяц, если я не ошибаюсь, по 20 тысяч рублей. Ну, с еще второй кредит, да, напоминаю, и за первый кредит, и за второй кредит я должна была два кредита погасить. И вот я как раз вот аккурат, тютелька в тютельку, зарабатывала 20 тысяч рублей, чтобы относить в один банк, и что-то там какие-то 2 500-3 тысячи в другой банк. Просто вот тютелька в тютельку, ни копейки больше. То есть в итоге всей этой ситуации, что я хочу сказать, я плакала один раз в месяц. Я плакала один раз в месяц в течение года, пока отдавала вот эти деньги, пока продавала вот эти флаконы. Потом я еще эти флаконы нашла в других городах, в Москве не было. То есть так было печально-обидно, мне всегда приходилось отдавать деньги вперед. Но в течение года я нашла вот нескольких, ну, условных лидеров, которые либо не работали, либо отошли от дел, но у них эти флаконы оставались. Никто меня не обманул, можете себе представить? Никто. Вот для меня это прям до сих пор удивительно, хотя могли бы. Но то ли я как бы как-то, ну, не знаю, то ли я подход находила к людям, как-то нормально, адекватно разговаривала. Ну, плюс сами понимаете. То есть я с грудным ребенком ездила по Москве, потому что я не могла сказать маме, посиди, пожалуйста, с Русланом, мне флакончик надо продать, чтобы кредит закрыть. Я такого сказать не могла, поэтому мне приходилось и с Русланом выезжать, и на другой конец города. Потому что, да, вот здесь я совестью договорилась, я продавала духи дорого. Ну, дорого это была редкость, я их с трудом нашла, я рисковала своим здоровьем, своими детьми. Поэтому, да, я их продавала дорого, и находился прекрасный покупатель в Москве, кто эти духи у меня забирал. Но из-за этого мне приходилось туда ездить самостоятельно, по почте я это передать не могла, потому что мне нужно было вот факт передачи этого флакона, что человек его проверил, все нормально. В день, когда я отдавала очередной раз эти деньги, у меня, естественно, случалась истерика, потому что это очень больно. Тогда ты понимаешь, что из-за своей глупости, из-за своей наивности, тупости и так далее, и так далее, я сейчас могу весь словарный запас перебирать, потому что я, ну, я очень на себя ту в семнадцатом году зла, очень зла. Вот отдавая эти деньги, я приходила, час я рыдала, просто рыдала на взрыв, потому что мне было очень за это больно. На тот момент для меня эти двести тысяч были какой-то баснословной суммой, просто баснословной суммой, это какие-то нереальные были деньжищи. Мы с семьей последний раз были вот на море именно летом, именно летом в девятнадцатом году. Наш с мужем отель на десять дней, все включено, Турция, номерок, ну, так себе, стоила поездка двести десять тысяч, двести десять. И вот когда я помню, вот в девятнадцатом году муж заплатил эти деньги, мне казалось, боже мой, ты герой, муж, ты герой, накопить двести десять тысяч за год, и вот просто за десять дней. То есть в семнадцатом году это было вообще, это целое состояние для меня было, но смогла. И вот вы знаете, ребят, игры судьбы. В тот момент, когда я отдала последнюю сумму по кредиту, это был май, май восемнадцатого года, закончились все духи, закончились все флаконы. Я больше не могла нигде найти. Ну, то есть они просто закончились, просто закончились. То есть я отдаю последнюю сумму за кредит, и заканчивается вот эта редкая парфюмерия. Вот как так? Да, вот что это такое? Что это за урок судьбы, который мне был неспослан свыше? Очень на себя зла, повторюсь, была, но в то же время я благодарна за этот опыт, не себе, конечно же, я просто благодарна за этот опыт, который я получила. Этот опыт меня заставил понять, что я вообще-то могу все. Я могу и с грудным ребенком, и с двумя детьми, и куда угодно ездить, и куда угодно делать, и могу мозгами очень сильно шевелить, думать, что-то придумывать. Я могу выйти из любой ситуации жизненной. Стоит только захотеть. И вот когда тебя припирает, ты можешь найти выход из любой ситуации. Абсолютно. В июне я позволила себе поменять бизнес-партнера, уйти из Мэри Кей и зарегистрироваться в другую компанию. Потому что меня также, как и многих сетевиков, очень мучил вот этот момент. А как же я уйду? А что про меня скажут? А, наверное, меня пошлют. Наверное, будут ругать. Наверное, осудят. Вот я тут была три года, у меня ничего не получилось. Как же так? Я неудачница, я неумеха. И вот это вот все. Сидишь, сидишь, накручиваешь, накручиваешь, накручиваешь. Но ситуация с кредитом просто поставила жирную точку. И я настолько отпустила эту ситуацию, поняла, да могу я поменять бизнес-партнера. У меня же муж меняет работу раз в год, раз в два года. Потому что у него растет семья, ему нужен больший доход, большая зарплата. А в определенных фирмах ты выше определенной должности просто не прыгнешь. Ну, не получается. Соответственно, приходится менять работу. Вот так же у меня, я спокойно эту ситуацию отпустила, поняла, что ну вот не складывается у меня здесь. Но не понимаю, почему, не получается. Надо что-то поменять в своей жизни. Надо что-то поменять. Плюс за три года я так и не научилась делать макияж. Вот сейчас я сижу, у меня был макияж с утра за денежку. Потому что я это делать себе сама так и не научилась, хотя меня учили этому три года. Я поняла, что вот не могу я работать с косметической продукцией. Это не мое. Это не мое и это неправда. Макияж делать не умею, ухаживать за собой. Не то, что научили меня ухаживать за собой, но вот глаза от этого не горели, руки от этого не тряслись. А я не могу обманывать. Компания хорошая, лидеры молодцы, до сих пор работают. Ну, просто не мое. Все. И так как я целый год продавала парфюмерию и активно продавала, я, естественно, пошла в парфюмерную компанию. Естественно, я возомнила себя гуру вообще парфюмерии, парфюмерным стилистом. Пошла в парфюмерную компанию. И опять же, проработав там год, я поняла, что и парфюмерия это тоже не совсем мое. То есть я уходила от оффлайна, мне очень хотелось онлайн работать. А в онлайне как бы я эту парфюмерию не презентовала, не рекомендовала. Ну вот не слышали меня люди. Я сейчас дружу и очень классно общаюсь с Татьяной Луниной, нашим потрясающим парфюмерным стилистом, сапфирмом-бизнес-лидером из Siberian Wellness. И вот у нее, у Тани, если послушать ее эфиры, она проводит очень много обучения на базе компании. Она продает парфюмерию онлайн, вагонами и эшелонами, как любила говорить моя бабушка. Вот у человека это получается, она учит этому своих людей. У меня за год так и не получилось. Я не поняла как, хотя я и лекции слушала и пыталась во всем этом разобраться. Ну вот не мое и все. Ну вот не мое и все. Естественно, мне снова пришлось выезжать, проводить оффлайн мастер-класс. Я поняла, господи, ну я же не хочу это делать. Это нормально. Этим люди занимаются. Лидеры на этом растут. Они большие молодцы. Хвала им и почет. Но это не мое. Я не хочу так. Ну не получается у меня. У меня два маленьких ребенка. Я с ними хочу находиться. С ними сидеть. А не мотаться по мастер-классам. Я и так уже намоталась, продавая флаконы целый год, пока кредит закрывала. Не хочу. Вот. Но я такой человек. Я не могу бегать из компании в компанию там раз в месяц. Я основательный. Я себе сказала, Динар, год давай. Вот прошел год, у меня ничего не вышло. Через год в парфюмерной компании я тоже ушла. И как раз вот я услышала слова моих на тот момент наставников, что 1,990, новая компания, давай приходи. И я решила, о, в компании с 50-летней историей я была, в компании с 4-летней историей я тоже была, а вот в абсолютно новую компанию я еще ни разу не заходила. Я хочу. Не становимся, знаете, вот миллионерами за один день. У человека, чтобы вот прийти в сетевой и чтобы вот рвануло, у тебя должен быть какой-то бэкграунд. Либо в сетевом бизнесе, либо в продажах. Ну, то есть в чем-то, что тебе поможет вот именно здесь, в этой компании, быстро стрельнуть, быстро, да, забежать на пьедестал почета. Абсолютно, когда человек заходит без опыта, вот просто ноль, зиру, сидела мамочка с детьми 10 лет. Но чтобы она рванула, бомбанула, это должна быть такая сила характера, такая мощь, такое условно-наплевательское отношение к отказам. А ведь мы все боимся отказа, абсолютно все. То есть вот те люди именно стреляют быстро, кому все равно. Либо это сильная воля, сильный характер и такой относительный пофигизм к отказам, к тому, что тебя там опустят, наругают, что-то про тебя скажут за спиной. Либо это люди с каким-то бэкграундом, либо в продажах, либо в ведении собственного бизнеса, это крайне важно, потому что мы все-таки ведем бизнес, мы предприниматели. Либо опыт вот в смене компании, я не знаю, или в какой-то одной компании, неважно, там, меняли вы компанию, не меняли, в одной вы были, в двух, трех, пяти. Да, то есть у вас был какой-то опыт, на основании которого вы уже вот здесь можете быстрее стартануть. То есть в чем было отличие в третьей компании? Я сразу поняла, что так, Динар, трафик ты так делать и не научилась. Команды нет, ты пришла одна, продукт, ну так, себе логистика еще налаживается. Как ты можешь здесь быстро заработать? Открыть склад. И вот, кстати, на склад я у мужа денег попросила. Как сейчас, помню, 100 тысяч рублей. Я просто пришла и сказала, что у меня есть возможность открыть склад. У нас пока складов в Москве нет, я могу быть первая. Мне нужно 100 тысяч. Да-да, нет-нет, вообще не вопрос, без проблем. Если ты не дашь, я пойду кредит возьму. И про себя такая, которую я уже брала и научилась отдавать, в случае чего. Он такой, не хай, на тебе эти 100 тысяч, не обеднеем. Я открыла склад, ну, чуть-чуть я там зарабатывала в месяц, ну, примерно, там, я не знаю, 15 тысяч. Это было очень смешно, потому что я таскала эти банки, эти коробки с тяжелыми средствами бытовой химии. Тогда первое, что выпустила эта компания, это было средства бытовой химии. Я чуть себе спину там не сломала, ой, у меня поясница болела. Потом все, что я заработала за год, я потом потратила на мануального терапевта и на массажиста. Никому такой работы не пожелаю. Но, опять же, опыт был в ведении склада, в работе со складской программой. А я новый опыт получать, ой, как люблю, ой, как люблю. И вот поработав складчиком целый год, я сделала следующий вывод, что никаких складов, никаких собственных магазинов, только онлайн, только хардкор, только через онлайн я хочу. Со складом тоже получила опыт, спасибо большое за опыт, этот опыт был очень хороший, ценный, спасибо, но нет. Вот, и через год всех тех людей, с которыми вот я тот год работала, их уже в той компании нет. То есть они все ушли, абсолютно все, по тем или иным своим причинам. То есть тут у меня совесть чиста, я никого не обманываю, что действительно президент компании немножечко недовложился на тот момент, не сложилось. А из-за того, что деньги нужны еще вчера людям, тяжело ждать, просто тяжело ждать. Ну и плюс вот эта вот девушка Юля, которая с горящими глазами, команда, 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 обучение. И вот я так оказалась с Айберин Веллесс. И благодаря моему накопленному опыту, с Айберин Веллесс 4 июня пришла, ко мне зарегистрировалось два человека, и тут такие, ладно, ты нормальная, адекватная, позитивная, давай ссылку. Все, и вот так вот оно пошло-поехало. И главным образом, опять же, помянуя мой предыдущий опыт, я понимала, кто за мной пойдет. Хайпить и записывать видео и серии «Я ушла из» мне не поможет, потому что я никто. Ну, хорошо, но пару просмотров я получу на этот хайп. А дальше что? То есть у меня нет команды, у меня нет результата. Почему я перешла? Да потому что надоело. Ну и что, я об этом буду рассказывать, позориться? Зачем? То есть если вы откроете мой YouTube-канал, когда я уходила из Мэри Кей, из парфюмерной компании, из моей предыдущей, я никаких хайповых видео не записывала, мне это не нужно было. Один раз, не буду обманывать, один раз я записала видео о Мэри Кей просто потому, что я насмотрелась на Юлиану Слобачук и на то, как ее там в комментариях просто обкладывают с ног до головы, по-другому не скажешь. И меня это просто стригерило. Просто стригерило. То есть я же тоже была в Мэри Кей. И мне так было это неприятно. Думаю, люди, которые говорят о розовом мире, о том, о сём, вот позволяют себе так падать лицом в комментариях. Человек просто сменил бизнес-партнёра. У человека есть определенные цели, желания, он хочет достигать, и он хочет достигать их быстро. Мы все имеем право на это желание. И за это там как-то его обкладывать в комментариях, я считаю, что это не очень красиво. Вот. Именно поэтому эта ситуация меня стригерила. Я записала небольшое видео, которое я до сих пор не удаляю. Мне за него абсолютно не стыдно, потому что я там ни одного слова не соврала, ни про кого никаких гадостей не говорила. Просто я рассказала, как это есть. Ну и удивилась вот этому процессу. Да, потому что, опять же, в каждой компании есть и адекватные люди, и неадекватные. Последнее, что хочу сказать. Ребят, больше горящих глаз, больше любви к продукту, к компании, и вот несите эту энергию. Неважно, зарабатываете, не зарабатываете, в квалификации, не в квалификации. Сменили вы 100-500 компаний, или там работали 20 лет в одной компании, сейчас поменяли, пришли в Siberian Wellness, или к вам такие люди будут приходить в команду. Вы же тоже должны понимать, как с ними общаться, что им рекомендовать делать. Вот забудьте о том, в своем прошлом опыте, и просто с горящими глазами, с большой силой воли, с позитивом, с открытостью к этому миру, с эмпатией вот такой вот большой, иди сюда, обниму, поцелую, несите, рассказывайте, как вы пользуетесь, как вы заказали, что за компания, что за маркетинг, какая команда, какие поездки, какое путешествие. И на вас обязательно придут ваши люди, обязательно. Можно даже каких-то законов продвижения не знать, но это, конечно, полезно. Я вам честно хочу сказать. Законы продвижения знать полезно. Будет легче намного двигаться. Но все же порой ваших горящих глаз и открытого рта, да, ключевое слово в сетевом бизнесе, рот должен быть всегда открыт везде, уже бывает достаточно для достижения крупного успеха в нашем бизнесе. Все. История у меня, кстати, очень короткая. Я считаю, что, в принципе, простая, есть и более трагичные, печальные истории, из которых можно больше подчеркнуть инсайтов и опыта. Но мне было этого вполне достаточно, чтобы вот прийти к той квалификации, к тому уровню в бизнесе с командой, которую я достигла здесь, в Siberian Wellness. А, кстати, недорассказала. Можно еще чуть-чуть? Можно еще минутку? Я как раз, когда пришла в Siberian Wellness, я понимала, да, вот команды нет, успеха нет, бэкграунд какой-то очень странненький. О чем мне можно рассказывать? О результате на продукт, друзья. У кого нет никакого бэкграунда, используйте продукт как толчок. Именно летом 2020 года я похудела на 10 килограмм. Я поняла, что либо я буду худеть и это показывать, либо как бы, а на что я буду приглашать? Эй-эй-эй, я сменила три компании, я попала на кредит, посмотри, какая я дурочка, приходи ко мне в команду. Накупила, съела и быстро худеть. Все, спорт, бады, чистка. И я это транслировала, транслировала, транслировала и продавала я детокс-наборы безбожно в течение полугода. Я вообще о продукции толком ничего не знала. Я вот как купила себе первый детокс-набор, я его и продавала потом месяцев шесть. Я новые какие-то продукты начала подключать, ну дай бог, с сентября. А так только детокс-детокс, худеем-худеем-худеем. И вот на это тоже ко мне пришло очень много людей. На мой результат, на продукте. Потому что людям было по барабану, простите за выражение, какая у меня зарплата, какая у меня команда, какой у меня лидер. Им был важен просто мой результат и что я настолько от него в восторге, и так это круто несу, что люди приходили ко мне как клиенты и как партнеры, видя мою любовь к продукту. Ну, потому что все-таки, если мы работаем в продуктовом сетевом бизнесе, это в первую очередь продукт. И если тебе за этот продукт не стыдно, и ты сам получаешь на нем шикарные результаты, и у тебя, как вот сейчас у меня, все полочки забиты сайберин велмасс, ванна, туалетный столик, аптечка, ну все сайберин велмасс. Я пользуюсь всем каталогом. Именно поэтому я так легко о нем рассказываю. Да все к тебе придут, и клиенты, и партнеры, потому что это видно, ты не обманываешь никого, ты не выдумываешь, ты не выжимаешь из себя. И естественно, ты никому не обещаешь миллиарды за один день. Сиди, ничего не делай, завтра будет миллиард. На эту глупость сейчас тоже умные люди не идут, вот на эту глупость, потому что бесплатный сыр, друзья, только в мышеловке. Там, где вам предлагают миллиард за сутки, ничего хорошего не будет. Если не для вас, так для вашей совести впоследствии. Это я вам точно могу сказать. Вижу, вижу, ваше спасибо. Ребятки, девчонки, мальчишки, очень большая благодарность. Прям люблю, люблю, обнимаю, люблю, обнимаю. Да, слава богу, что все с кредитами закончилось. Мы поэтому с мужем кредиты ненавидим. Ненавидим, просто нас от них трясет. Я когда поняла, что мне, чтобы вступить в автобонусную программу, извините, отвлекусь, нужно брать кредит, а как по-другому? А как по-другому? За наличные я тогда себе не могла позволить машину, ну, то есть вот заплатить один платеж и выкупить. По-любому кредит, как меня, вот просто, я вот такой курочкой сидела и меня сутки ломала. Я не могла вот принять эту мысль, Динара, успокойся, будет кредит. Динара, это автопроект, это пиар, это круто, это снежинка на машине, успокойся. Я успокоилась. Но все равно вот эти вот кредиты, они никогда не давали ни мне, ни мужу покоя. Мы от них стараемся отказываться. Динара, здравствуйте. Я хотела бы спросить, вот я зависла в одном ранге, но получается, да, вот у меня, я на продукт, меня видят мои результаты, давно уже приходят. Ну, в основном приходят на продукт. Я-то хочу еще партнеров, а получается, мне тогда что, говорить? Ну, у меня тоже нету таких там звездных чего-то, больших чеков или чего-то. Как меня уже звать, я не знаю. Ну, вот, Юль, первое, первое, что могу сказать. Посмотрите, среди ваших клиентов есть люди, которые покупают более чем на 200 баллов. Кто в клубе 200 находится? Не так много. Ну, сейчас, давайте, Юль, давайте я вот прям наговорю, да, вот как бы я поступала на вашем месте. Вот берем ситуацию. Вы в какой сейчас квалификации, или сколько вы делаете максимально баллов со своими клиентами? Не стесняйтесь, произносите, это важно. 5 тысяч баллов. Господи, я думала, вы в этой тысячник так как-то о себе говорите очень скромно, а вы уже крупный лидер компании. Вы чего? Ладно, сейчас нет. Не-не-нет, вы чего? 5 тысяч, боже, я же чуть не упала. Так, все, рассказываю, рассказываю. Смотрите, зависли на 5 тысяч, бывает ничего страшного. Смотрим. Допустим, если вы 5 тысяч делаете вот только на клиентской базе. Нормально, хорошо, не так давно выступала в завтраке с миллионером Татьяна Просина, которая сказала, что она бизнес-профи сделала на клиентах. Бизнес-профи, только на клиентской базе. И по бизнес-профи, я считаю, абсолютно нормально делать ранг на клиентах. Абсолютно нормально ты нарабатываешь опыт в работе с продуктом. Но что бы я сделала? Я бы отслеживала людей, клиентов, которые делают 200 баллов, которые в клубе 200. И я бы им, конечно, начинала подкапывать на голову о клубе 1000. И начала бы с ними больше разговаривать. Допустим, связывалась бы не один раз в месяц, а несколько раз в месяц. Мария Ивановна, здравствуйте. Вот у вас сейчас заканчивается клуб 200. А вы вообще, знаете, слышали рассказать вам о такой программе, по которой можно получить бесплатно продукт компании на 40 тысяч рублей. Да, можно там все недоговаривать, что за год, что определенные условия. Не надо, надо сначала человека зацепить. И вот, допустим, если человек проявил интерес, то есть будут люди, которые скажут, нет, все, неинтересно, клуб 200 закончился, мне чисто для себя покупать, и все, спасибо. Мы на людей это не наседаем. Мы обратимся к ним через два месяца или три. Вот кто совсем отказал. А кто проявил интерес, мы им рассказываем о клубе 1000. И говорим, что вот смотри, если вот ты в восторге от продукта, что тебе понравилось, вот это и это в полном восторге как помогло. Расскажи подруге, расскажи двум подругам, а давай создадим чатик на троих, на четверых. Ой, да, вот я этой подруге рассказывала, ей бы программу, но она пока не верит. Хорошо, давай чатик на троих со мной, я с подругой твоей поговорю. Давай чатик на четверых с двумя твоими подругами, я им тоже о клубе 200 расскажу. И вот как бы вот, ну вот через вот это я бы порекомендовала. Люди загораются. Да, люди некоторые загораются бонусами, подарками от компании. Я не знаю ни одного человека, кто бы не захотел бесплатным продуктом пользоваться. Но это там что должно быть в голове? Даже я с удовольствием пользуюсь бесплатным продуктом, получаю все эти сертификаты по клубу 1000, довольно как незнамо кто, всегда прыгаю. А нет. Может, я таки уточню? Да, 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 да. Я не сказала, нет, у меня есть уже партнер, я не сама лично все это делаю. У меня есть два с половиной, но она такая, что, говорит, Юль, я особо вот, ну то хочу, то не хочу. То есть я либо постоянно должна как клоун бегать, вот честно, не могу, честно стою уже. Постоянно мотивация. Сейчас прерву вас немножко. Это на самом деле у очень многих проблем. У очень многих, что вот такое ощущение, что нужно прыгать, скакать, визжать, улыбаться, что-то там делать, постоянное обучение, постоянные мотивашки, марафоны. От этого действительно устаешь. Действительно устаешь. И, конечно, хочется, чтобы были в команде самозамотивированные люди, которые вот не предъявляют тебе претензий. А что это ты неделю тут отдыхаешь? Куда это ты поехал с семьей в Петербург? Ну-ка, давай-ка новый марафон, ну-ка, давай-ка новое обучение. Да, очень хочется иметь в команде самозамотивированных людей, которые двигаются сами. Не получается так. Их мало очень приходит в бизнес. Но в то же время должна быть золотая середина. То есть если я видела, что я человека слишком тяну, и я ему объясняю, зачем ему деньги на карточке, ну, это тяжело. Я лучше это время потрачу, чтобы выйти в эфир в том же ВКонтакте три раза в неделю, а не два. Опять же, для чего? Чтобы привлечь трафик, чтобы вас увидело больше людей. Может быть, я тогда другую ошибку делаю, что я больше про продукт рассказываю, про свои результаты, нежели про бизнес. Может, вот это ошибка? Может быть, потому что, ну, тут вам только ваш наставник может сказать, который посмотрит на вас со стороны. Пять тысяч баллов – это очень хороший результат. У вас зарплата, я просто не знаю, да, если на продажах у вас какая примерно зарплата, если только вот в основном. А, ну, у вас партнеры тоже есть. Ну, в среднем вот 30-35 тысяч получаете? 30-35, у вас есть? Ну, было 30. 34 один раз. Нет, у меня на ВТ-5 тысяч было 21. Я тогда вот стала ВТ-5 тысяч, у меня зарплата была 21-200, потому что это только партнеры у меня были. Я тогда, ну, на клиентский оборот маленький очень делала. У меня были только партнеры, это было 21-200, на ВТ-5 тысяч. То есть это нормальная, адекватная зарплата по нашему маркетингу, а на шоколад. Но я к тому, что у многих людей такая зарплата в жизни на работе – 20-25 тысяч. Соответственно, вы, конечно, да, вы должны об этом уже говорить. Вот если у вас есть клиентский чат, заведите теперь бизнес-чат и публикуйте туда свои какие-то мысли, свою ежедневную рутину, как вы работаете с клиентом, кого вы сегодня проконсультировали, кому вы сегодня купили, какой пост написали, какая умная мысль в голову пришла. Элементарно, да, я не люблю это советовать, рекомендовать, но все же, если нету насмотренности, на кого-нибудь подпишитесь, кто вот ведет бизнес-чаты. Ну, там, на своего лидера, если ваш лидер-наставник ведет вот такой вот бизнес-чат для сторонних людей. Я не про команду сейчас говорю, не про командный чат, да, а именно как продвижение. То есть просто подпишитесь на людей не с точки зрения, какой он молодец, а у меня лидер не такой. Нет, вот я сейчас не про это, ребята, услышите меня правильно. Я про то, чтобы на кого-то подписаться для наработки насмотренности. Вот вы смотрите, как человек делает, и думаете, окей, и я пошел. Так, человек выпускает два видео на YouTube в неделю, и я должна так же делать. Человек выпускает четыре шотца в неделю на YouTube, ага, значит, и мне надо так делать, да. То есть когда вы, вот, друзья, я сейчас ко всем обращаюсь в этом чате, вы когда за кем-то наблюдаете, ключевой момент, наблюдаете не с той точки зрения, какой он молодец, а вот у меня лидер этого ничего не делает, какой же он круто, надо все-таки пойти обучение купить, стопудово. Вы наблюдаете совершенно с другой точки зрения, ага, четыре ролика в неделю, записала, пошла, сделала, ага, человек проводит один эфир прямой в неделю, записала, пошла, сделала, ага, человек вот так-то и так-то говорит, ага, мне нужно, значит, точно такое же видео записать, только своими словами. Понимаете, когда вы смотрите на кого-то, там, я не знаю, сильнее выше вас, но нарабатывая насмотренность, и пытаясь за ним не то, чтобы повторить, а повторить с привнесением своей какой-то вот души. То есть вы можете найти лидеров, которые вот вам нравятся, как они работают, ну, в том же онлайн или в оффлайне, да, я же не знаю, да, ваши приоритеты. Нарабатывайте насмотренность и пытайтесь вот повторить точно так же. Больше гоните трафика на своей странице, если мы про онлайн. Я просто вечно про онлайн, я прошу прощения, я даже не уточняю, где вы работаете, ну, потому что я онлайнчик. Я в онлайн больше. Вот, перестаньте мотивировать сильных людей, проводите там, я не знаю, 2-3 вебинара в неделю с командой, ну, чтобы как бы о работе, о том, что делать, как месяц начинаем, как месяц закрываем, да, чтобы людей в целом держать в тонусе. Но не более того, вы больше времени тратите на себя, на свое продвижение, на свои страницы, на нагон трафика, на общение с новыми людьми. Создавайте вот поток, из которого будет идти вот эта статистика. То есть 100 человек пришло, 10 посмотрело, 2 зарегистрировалось, 1 стартанул в работу. Соответственно, если 100 человек вас не увидят в день, откуда возьмется тот один, который стартанет в работе? Вот это всегда нужно держать в голове. Люди ниоткуда не приходят, ниоткуда. Благодарю. Да, вот. Я надеюсь, что более-менее ответила, помогла. А так, конечно, тяжело. Так вот тяжело на эфире помочь, потому что много очень тонкостей. Нужно о вас, ну, по большей части, все знать. Как вы до этого работали, как сейчас работаете, какие у вас взаимоотношения с людьми. От этого все складывается. Вот. Сейчас я тут читаю Жанну, читаю. Ну, все, девчонки, спасибо, спасибо за слова благодарности. Здорово. Да, 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 да. Обзоры продукции, да, очень делать люблю. Но я изначально через, видите, я изначально через продукт пошла, поэтому это моя линия, это моя стезя. Мне через продукт очень нравится работать. Сейчас вот мы с командой ведем такой общекомандный клиентский чат. Я наконец-то пришла к этой идее, что я наблюдала, я как раз вот слушала эфиры Татьяны Просиной, у которой есть, по-моему, такой общекомандный какой-то клиентский чат. Могу ошибаться, но вот, по-моему, было. Гулюза Асафина в свое время рассказывала, что вот у нее такой метод работы, что ее лидеры, грубо говоря, нагоняют трафик, а она дает вот информацию. То есть тоже такой какой-то общекомандный клиентский чат. То есть у меня всегда эти идеи в голове варились-варились, и я такая, ой, девчонки, а давайте попробуем этим летом также поработать, чтобы клиентам нашим было интересно. И мы немножечко выдохнули. Вы выдохнули с какой точки зрения? Что мы распределили там спойлер вам одной из них. Я все-таки не могу не поделиться хотя бы одной из идей эфир мотивационной, но какой-то идеей поделиться с вами хочется. Вот мы создали общий такой клиентский чат, предложили всем нашим клиентам. Клиенты все, кто захотел, зашел в этот чат, и мы распределили дежурство с лидерами. Каждый лидер ведет на своей неделе вот этот чат. Вот на прошлой неделе мои девчонки вели марафон по здоровью ЖКТ и печени. На этой неделе веду клиентский чат. Я именно, я вот вчера работала в СОКе в Санкт-Петербурге, записывала вот этот эфир с обзором продукции, потому что люди очень сильно ждали, очень хотели его посмотреть. На следующей неделе у нас марафон красоты и так далее, и так далее. То есть с определенным лидером или двумя лидерами, а вдвоем в паре всегда работаем. Легче, возьмите на вооружение, закрепляется какая-то тема, и эту тему будут девочки качать. А остальным девочкам не придется вести в течение лета свои клиентские чаты. Ну, просто так подбадривать людей, говорить, что обращайтесь за личной консультацией, я здесь, я никуда не пропал. Ну, то есть, как бы, такая своеобразная, своеобразный опыт, который мы сейчас лидерами получаем, пока нам очень нравится. Вот пока нам очень нравится, так что тоже можете взять на вооружение, если у вас много кто закапывается на грядках. На грядках и в грядках в течение лета. Вот как идея, к примеру. Вот, идей на самом деле много для продвижения, и нужно использовать все и вся, каждый раз что-то привносить новенькое, не изгаляться, конечно, совсем, вот, а вот что-то такое интересненькое создавать для команды, для коллектива. Вот, все, ребятки, 9.45, хорошо, классно с вами поработали, пообщались. Спасибо вам большое за вашу отзывчивость, за ваши добрые слова, мне было очень приятно. Я надеюсь, много чего интересного, полезного для себя почерпнули, что ничего бесплатного не бывает, что никто миллиарды за сутки не зарабатывает, что в сетевом бизнесе лучше идти через продукты, если у вас вот не было еще опыта, да, вам нечего еще такого глобального чего-то показать в плане денежного результата. Больше эмоций, не бойтесь выходить в сеть лицом, руками, не бойтесь звездить, не надо ничего стесняться, бояться слов своего окружения. Тут сто раз об этом лидеры говорили. Ваше окружение не заплатит за ваши кредиты, не заплатит коммуналку, не отведет детей на курсы, не накормит их в ресторанах, понимаете? Это сможете сделать только вы. Поэтому неважно, кто и что скажет, если вы уверены в компании, в продукте, если вы не врете, не обманываете, никаких подстав там никому не делаете, в пирамиду никого не тащите, я имею в виду. Что вы знаете, что вы в честном бизнесе, в адекватном честном. Все, сами будьте адекватными, честными, позитивными, и все у вас получится. Все, всех люблю, целую, обняла, всем до связи, запись скоро выложу. Все, всем огромное спасибо. Субтитры подогнал «Симон»